а я вижу на подключении нашего следующего лектора антон сергеевич борисов здравствуйте 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 антон сергеевич заведует отделением палеоативной помощи в больнице города москвы нашей флагманской детской больнице мегаполис столицы нашей и я прошу антона сергеевича перейти к его выступлению пожалуйста коллега я поделюсь опытом нутритивной поддержки детей получающих палеоативной помощь в многопрофильном стационаре и коснемся вопросов как мы выписываем детей на дом на амбулаторный формат при условии того что энтеральная такая поддерживающая терапия была назначена в условиях стационара в двух словах расскажу что у нас в стационаре рассчитан на 40 коек больше половины пациентов являются носители гастростом меньшая часть носителей на загасанных зондов но преимущественно мы соединяемся к тому чтобы дети были носители гастростома а зонды это такой вот этап когда дети поступают из дома или с ссв для того чтобы уже стать носителями гастростом пятая часть примерно пациентов нуждается в парентеральном питании таком преимущество круглосуточном ну и вот небольшой процент детей которые могут принимать пищу самостоятельно это те редкие такие онкологические пациенты или как эксклюзивность пациент с булезным эпидермолизом которые не когнитивные неврологические достаточно стабильном состоянии но требует такой очень массивной нутритивной поддержки но это наш отчет за 21 год о том что преимущество наши пациенты это неврологические соответственно они должны быть носителями определенных девайсов а для того чтобы оказывать нутритивную поддержку ну то есть особенностями нутритивной поддержки стационаре на дому как я уже сказал да зонды гастростомы или какие-то изысканные вещи какие юностомы или гастростомы с юнальным зондом но те вот остановимся на тех требованиях которые мы предъявляем к нашим таким девайсам медицинским то есть это возможность непрерывного ведения питания то есть часть пациентов мог нуждаться о том чтобы пища вводилась непрерывно в желудочно-кишечный тракт то есть круглосуточно с минимальной скоростью для того чтобы мы могли компенсировать ребенка обеспечение возможности лекарственной терапии то есть для того чтобы не все лекарственные формы могут иметь определенную форму физическую до физическое состояние жидкие или там такие в качестве суспензи для того чтобы технически проще можно было доставить лекарственные средства в жкт поэтому нам должна быть а дети как мы знаем преимущественно не могут самостоятельно проглотить таблетки или какие-то другие формы мы должны помнить о вторичных осложнениях при кормлении и максимально стремиться к их профилактике но и не ограничить мобильность пациентов поэтому для того чтобы пациент мог не только направляться на какие-то исследования дополнительные или там вмешательства но те же прогулки и та же мобильность и никто не отменял но и возможность эксплуатации домашних условий в том числе в центрах семейную содействие семейного воспитания так называемые там дома-интернат и так далее для когда сотрудники или родители не имея профессиональных навыков могли бы адекватно ухаживать за детьми недостатками обычной пищи уже ли она сказала но я только добавлю о том что мы рискуем испортить тот медицинский девайс который есть у ребенка мы не всегда можем адекватный полноценно отслеживать состав пищи которые когда мы готовим когда родители готовят ребенку еду зачастую приготовлю тот или иной продукт дороги вынуждены доводить его до определенного такого гомогенного состояния чтобы оно могло спокойно проникать в если это зонт или это гастростома и внутренний диаметр очень-очень-очень маленький и и пищу на настолько развести водой что по сути дела мы ребенка будем кормить обычным бульоном и простой водой а какого-то субстрата такого пищевого ребенок не получит ну и называем о том что сам процесс пищеварения тоже энергозатратный и переваривать пищу которая такая скажем так природная да и и ребенок выжжен тратить энергию на ее усваивание и не не всегда он получит тот заявленный объем который мы якобы высчитав обычной еде считаем что ребенок это все получит плюс мы можем говорить о каком-то микрон обсеменении то что домашняя еда но несколько выше обладает рисками инфицирования чем фабричное производство пищи которая изначально заявлено как стерильная вот это исследование говорит о том что есть риск осложнению ребенка когда питание обычной едой может повышать развитие каких-то кишечных инфекций скажем так ну а как мы помним что если мы вводим пищу минуя скажем так ротовую полость то говорить о каких-то органолитических свойствах еды нам нет необходимости поэтому применяя энтеральную смесь а как правило смесь который имеет какой-то гидролиз или полный частичный то их вкус не всегда и запах отвечает может быть нашим требованиям привычным но для пациента несет никакой абсолютно такой нагрузки функциональной ребенок не чувствует вкуса а водя в гастростому мы совершенно исключаем это явление но для пациентов которые могут самостоятельно принимать пищу то есть не лишены такой возможности в виде глотания да существуют смеси которые обладают определенными вкусовыми такими оттенками для того чтобы ребенок мог да и мы могли бы найти этот баланс когда ребенок готов будет принимать эту смесь вот среди линейки внутри очень много достаточно таких продуктов да в виде сухих и жидких и в том числе смеси которые имеют вкусовые добавки и это позволяет в значительной степени не ограничивать себя в возможностях подбора энтерального питания для того чтобы оказывать такую адекватную нутритивную поддержку и эта пища она если это там сухой порошок то при разведении водой она абсолютно гомогенизирована и мы не рискуем привнести те осложнения которых было сказано ранее если это продукт уже заведомо такой заводской жидкой форме то это позволяет нам использовать этот пакет в течение суток например да когда мы говорим о непрерывном введении энтерального питания если мы говорим о том каком-то частичном дробном питании то вполне этот пакет он сохраняет свою свою такую защитную защитное свойство в течение суток и вполне может быть реализован без угрозы для для пациента если мы не используем его вскрыв да и подключив системе непрерывно но продолжу дальше то что богатый печень позволяет кормить детей от одного года так и пациентов от трех лет и решать достаточно большое количество таких медицинских задач потому что как мы знаем лечебное питание это это неотъемлемая часть лечебного процесса а не только возможность ребенка накормить или какие-то создать такие социальные условия в условиях стационара по данным от 14 года половина а то и две трети пациентов то есть три четверти пациентов страдают хроническими запорами то есть таким оптимационным синдромом я думаю что многие врачи кто работает с тяжелым неврологическим пациентами не дадут соврать том что не то что больше половины вероятность ста процентом стремится что эти дети будут страдать определенными запорами и не всегда коррекция медикаментозная коррекция каким-то словительными препаратами даст какой-то желанный эффект поэтому и диетологи и гаосинтрологи говорят о том что в первую очередь надо решать проблему с диетой проблему с тем чем мы кормим пациента для того чтобы бороться с таким недугом и в частности продукт внутренний центр с пищевыми волокнами позволяет нам помимо сбалансированности в микроэлементах которые мы первую очередь преследуем да мы говорим о том что данная смесь содержит определенные пищевые волокна для формирования и нормальной работы общеродительного тракта в частности толстого кишечника но пути пациенты которые страдают такой белково-энергетической достаточностью тяжелой как правило ее сочетание и бена и хронического запора и ряд других симптомов в частности вот продукт внутренней энергии с пищевыми волокнами позволяет нам одномоментно попытаться решить две задачи для того чтобы и могли ребенка накормить и большее количество энергии привнести в его организм но также мы и позволяем внося в его организм общую волокна позволяем желудочно-чечечному тракту все-таки работать и бороться с обстепацией ну вот это мы говорим о том что например внутренний стандарт со вкусами позволяет нам использовать данное питание в виде сиппинга не только для пациентов которые стомированы да которые растители какого-то иного девайса и мы не преследуем необходимость создания каких-то органалитических свойств в виде в частности вкусовые добавки позволяют пациентам как-то да и родителям также относиться к этому продукту питания не как какому-то там как зачастую бывает йогурту или какой-то дополнительный а мы скорее настраиваем родители на том что данное питание является и может быть полностью заменимым обычной еде и нам проще дозировать объем нам проще создавать нутритивную нутритивную поддержку для пациентов и убеждать родителей это проще удобнее это профилактирует осложнения и в будущем когда мы завершим курс стационарного лечения вам в домашних условиях тоже будет несложно справляться с этим кормить ребенка такое очень немаловажное для родителей условия да ребенка надо накормить такой вот материнский инстинкт сформированный наверное тысячелетиями не только в человеческом виде но вот и у мамы отнять возможность накормить это мама сразу садится это что я буду делать а чем я буду заниматься вот здесь очень правильно маме дать понятие объяснить о том что она активный участник лечебного процесса накормит ребенка просто она таким образом таким видом кормления она тоже ребенка кормит но она больше привносит ему пользы и для здоровья и для качества жизни нежели чем какая-то альтернатива обычной еде ну в частности питание которое мы говорим специализированы для пациентов имеющих такой дыхательной достаточность различного генеза различных причин в нашем стационаре порядка 25 пациентов регулярно находится на аппарате искусства вентиляции легких еще дополнительной части имеет дыхательной достаточность то есть виде там кислородной дотации или каких-то иных способов вентиляции поэтому данный продукт он тоже для нас так скажем так актуален потому что много много пациентов имеют признаки дыхательной достаточности и поражения легких различные природы даже пневмония вентилятор ассоциированная пневмония как правило она очень тяжело дается поддается коррекции при условии адекватной антибактериальной терапии то есть здесь нужен такой очень мультисистемный подход мульти дисциплинарной для того чтобы побороться и в будущем профилактировать данные осложнения пациентов ну и говоря о том что данное питание но используется не только в стационаре но и на дому мы в своем учреждении стараемся о том что вот в частности линейка нутриен она наиболее богато представлена в перечне на 22 год в перечне постановления правительства о том что ряд пациентов могут при амбулаторно получать данное питание как 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 лечебное и составляя закупку в стационаре годовую закупку мы в первую очередь конечно опираемся на данную категорию еды потому что мы в будущем можем говорить о том что преемственно передавая ребенка на амбулаторный этап подобрав там антибактериальную антиконвульсантную какую-то иную симптоматическую терапию мы можем смело заявлять о том что подобранное ребенку питание специализированное питание должно быть и правильнее чтобы оно было продолжено в условиях уже дома и мы как сказать такой столичный опада опираемся на этот перечень и не только мы отделение палиативной помощи но и отделение гастроэнтерологии где тоже сложные пациенты и пациенты с синдромом короткой кишки и пациент с какими-то иными иными заболеваниями которые привели к нутритивной недостаточности также мы опираемся на этот перечень по сравнению правительства выписывая данное питание на амбулаторный этап ну я только в двух словах коснусь о том что как я уже сказал да нутриен это самый широкий ассортимент продуктов перечне и богатая линейка позволяет многие проблемы медицинские решать но я думаю что такая немаловажная и задача которую мы позволяем решать нутриен дешевле аналогов на 30-40 процентов это то что такой аргумент пользу того пользу приоритета заказа это питание на стационар и при и такого аргумента для того что дети дети бы правильнее было обеспечить медицинским питанием ну вот как получить лечить как получить центральное питание пациент в амбулаторных условиях на этапах лечения реабилитации ну реабилитация наверное не совсем наш этап скорее дети амбулаторно продолжают такое наблюдение и сопровождение специалистов палиативной помощи то есть есть региональная программа есть индивидуальная закупка по решению врачебной комиссии включение в индивидуальную программу реабилитации и благотворительные фонды ну что касается благотворительных фондов эта история не государственная и не все может быть фонды готовы будут так активно участвовать в закупке лекарств и питания это уже на вот наверное коллег из благотворительной сферы но вот мы в частности как я уже сказал стремимся к ассортименту данной линейки нутриен в условиях стационара чтобы мы в будущем могли передавать ребенка на амбулаторный этап подобрав уже из из того что с большой вероятностью будет обеспечено в поликлинике и по решению врачебной комиссии ребенку может быть назначена то или иное лечебное питание но здесь сама формулировка о том что конечно преимущественно все наши дети это дети инвалиды то есть имеют розовую справку в кавычках о том что и как правило дети не ограничены в сроках инвалидности как правило преимущественно дети имеют инвалидность до 18 лет его данная врачебная комиссия это не простите такой вот термин это не проездной билет для энтерального питания пожизненного обеспечения совсем нет эта комиссия подтверждающая о том что данный ребенок данный пациент нуждается в определенном питании как правило регламентируются показания клинические показания интуитивная недостаточность там низкая прибавка масса тела в динамике а и так далее так далее и мы обязательно указываем что пытаясь подобрать энтеральную смесь в условиях стационара мы и в менялся нутритивный статус в период госпитализации пациента изменяем массы биохимические показатели различные и таким образом это наше подтверждение такое документальное подтверждение о том что данная смесь у данного ребенка работает она ему подходит она мы с помощью этого этой смеси решили ряд медицинских проблем и дальше это носит отражение в документе который пойдет допустим в поликлинику том что это смесь подходит потому-то и потому-то и показана контроль того то и как правило мы говорим о контроле последующей госпитализации для какого-то дообследование то есть это может быть на 3 месяца может быть на полгода с последующим пересмотром объема питания качества этой смеси то есть может быть мы говорим о том что данная смесь мы подобрали и ребёнок больше не нуждается например в смеси внутреннюю энергии с пищевыми волокнами и он может перейти на Другую смесь, стандартную смесь с пищевыми волокнами. То есть вот такое динамичное изменение смеси вполне допускается и должно быть оправдано медицинскими заключениями. То есть не все пациенты, имеющие инвалидность, могут претендовать на данное энтеральное питание. Несмотря на то, что есть постановление правительства 3033, в котором четко прописано мозологии, где разделены, что только пациенты с определенными редкими заболеваниями могут нуждаться в определенных видах питания. А те пациенты, которые преимущественно составляют наш палиативный сектор и преимущественно пациенты в нашем отделении, это пациенты не носители редчайших патологий. Это, как правило, пациенты с ДЦП, это пациенты с последствиями перератального поражения ЦНС, последствия травм, каких-то иных причин, и для которых такая прогрессия заболевания не очень характерна, и для которых данное питание не является таким этапогенетическим лечением. Скорее, это пациенты, которые нуждаются в силу таких тяжелых неврологических нарушений, нуждаются в регулярной нутритивной поддержке. Поэтому мы, еще раз скажу по своему опыту, мы опираемся на это ежегодно обновляемое постановление правительства при выборе смеси, при заказе и при переводе ребенка на амбулаторный этап. И мы, скажем так, в своих рекомендациях для поликлиники, для ЦССВ обозначаем данную смесь, и нам удается, скажем так, детей обеспечивать на амбулаторном этапе преемственно, чтобы они получали ту необходимую смесь, которая была подобрана в условиях стационара. Даже с коллегами из Центра содействия семейному воспитанию, с СССВ мы делимся, был такой круглый стол у нас, мы делились своими наработками о том, что данная смесь – это не попытка какой-то, не дай бог, коммерческого сговора, а наоборот, адекватно объективные показания, и мы всегда опираемся на это постановление правительства, которое ежегодно обновляется, что это не просто какие-то наши фантазии, идеи, или там стационар закупает дорогие лекарственные препараты, и смеси может себе позволить. Нет, мы как раз стремимся к какой-то преемственности для того, чтобы в будущем эти пациенты получали дома адекватную интуитивную поддержку, а периодически госпитализировав даже снова к нам, с периодической необходимостью какой-то коррекции медикаментозной, мы не возвращались бы снова и снова к коррекции питания, если дома ребенок ел одну, а здесь нам снова пришлось бы перебирать эту схему, переподбирать, и в домашних условиях ребенку снова должен был бы столкнуться, и родители с таким стрессом, а снова переперемене питания, да, и такого даже режима. Поэтому это правильнее, и мы опираемся на это, повторюсь, на постановление правительства. Ну и к выводам, какие, наверное, можно будет сделать из моей презентации, да, это большинство пациентов нуждается в интуитивной поддержке, отсутствие нозологии в федеральных перечнях не может ограничить обеспечение ребенком продуктами энтерального питания. Как я уже сказал, энтеральная смесь – это элемент лечебного процесса, такого неотъемлемого лечебного процесса для наших пациентов. Необходимость применения специализированного питания не должно быть причиной нахождения пациента в стационаре, поэтому, имея в стационаре какие-то специализированные смеси, или, может быть, которые не входят в состав перечня, то это может стать определенным показанием к задержке пациента в условиях стационара. Необходимое количество питальных веществ, которые легко усваиваются, возможно, обеспечено быть только путем применения специализированной смеси. Богатый ассортимент нутриент позволяет решать многие проблемы наших палиативных пациентов. Различные формы нутриент позволяют подобрать наиболее удобный способ кормления у пациентов. Ну и широкий ассортимент и цена питания нутриент позволяет рассматривать продукцию как приоритетную в условиях и стационара, и на амбулаторном этапе. Спасибо, коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok